Подготовка к балету «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева заняла у учащихся театра-студии «Арабеск» почти год. Всем известную историю о бедной девушке, которая превратилась в прекрасную принцессу, поставила на сцене детской школы искусства города Видное Ирина Церингер. Спектакль, как рассказала педагог-хореограф, был специально адаптирован для детской аудитории. Его продолжительность всего 35 минут вместо классических трех актов. Это очень долгожданная, я бы сказала, постановка и уже третья по счету в нашем коллективе. Первый это у нас был щелкунчик, поставленный в 2013 году, в 2013, три поросенка в 2015, и вот сейчас третий спектакль. Отличительная особенность постановки в том, что в ней задействованы все ученики студии в возрасте от 3 до 16 лет. Для каждого юного артиста нашлась подходящая роль в спектакле. Пчелки, мышки – это самые маленькие. Они вытаскивают эту тыкву вокруг нее, им это интересно. Постарше дети уже листочки танцуют, и, ну, естественно, самые взрослые – это феи. Сюжет спектакля следует за своим литературным источником и начинается в доме мачехи. Сестры, кривляка из люка, примеряют платье и ссорятся. Золушка, как всегда, за работой. Роль главной героини исполнила выпускница студии Мария Баркова. Для Маши это не первая главная роль. Она исполняла партию щелкунчика в одноименном балете. Я очень волнуюсь и очень рада, что мне досталась эта роль. Алиса Лихович играет придворную даму. Девочка занимается балетом 8 лет. В этом спектакле поделилась Алиса. Основные трудности для танца создавали объемные наряды. Повороты, потому что юбка очень медленно поворачивается. И не всегда получается это успеть сделать. Всех действующих лиц сказки играют девочки. Шестилетняя Стефания Лисовец исполнила роль пажа. Особенно тяжело, когда выносить шлейф из ложки. Там нужно переходить быстро на другую сторону. Еще нужно нести, как настоящий паж. Еще у меня такая главная миссия, в которой я несу туфельки и поддаю главной фее волшебную палочку. Феи времен года, добрые волшебницы, помогающие Золушке собраться на бал, принцы придворные, большое количество персонажей, красочные костюмы и декорации. Юным артистам удалось с помощью танца воспроизвести на сцене удивительный мир сказки. Спектакль в связи с эпидемиологической обстановкой проходил без зрителей. Но его видеоверсию можно посмотреть на YouTube-канале Детской школы искусств. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.